МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело водопользования и охраны водных объектов. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края Александром Спицыным. Александр Сергеевич, добрый день. Добрый день. Власти края, правительство региона приняли участие в совещании, которое провел Патрушев, как я сказала выше. Вице-премьер отметил, что обстановка непростая. В большинстве регионов половодия уже проходит завершающую фазу. А вот у нас на Северном Кавказе сезон дождевых паводков только начинается. Какие потенциальные риски есть для Ставропольского края? Ну, на текущий момент риски мы не видим. По прогнозу Росгидромета у нас сильных таких осадков не ожидается. Поэтому повышение уровня воды в реках мы не прогнозируем на данный момент. Но у нас, естественно, опасно, это у нас, основное опасно, это реки Кубань, Кума, Подкумок. Там, где у нас поднимается резкая вода, это горные реки у нас. Ну, Кубань не так, она у нас горная. А вот Подкумок, Кума, там идет резкий подъем воды после дождей. Мы, например, наблюдали дождевой паводок. На прошлой неделе, когда град выпал в Пятигорске, Ну, Подкумок буквально на 20 минут уровень поднимался порядка 80 сантиметров. Внушительно, да, очень стремительно. Да, и он сразу стремительно поднимается и сразу уходит. Буквально в течение 20 минут. То есть проходит волной, и дальше оно идет нормально. Основные у нас районы, подверженные паводкам, это у нас Придгорный, это у нас Минераловодский, это у нас Георгиевский, Буденовский, Советский. По реке Кума, в дальнейшем у нас это Кисловодск, Пятигорск и Сентуки. Если брать Кубань, это, естественно, Кочубеевский, это, естественно, у нас Невиномыск, по Калаусу, Грачевка, Петровский округ, Ипатовский и Апанасенковский. Насколько стремительно могут развиваться события при таком негативном сценарию? Вот поднялась вода, как вы сказали, стремительно, насколько на 80 сантиметров? Да. А если больше 80 сантиметров? Ну, для этого у нас установлены гидропосты, мы это контролируем, плюс перед возможными такими паводками мы смотрим прогнозы погоды, с Росгидрометом всю эту ситуацию контролируем, в случае необходимости в крае вводится режим повышенной готовности. А что он означает? И для жителей, и для служб? Для служб означает, что это все службы, которые должны ликвидировать последствия паводка, они приводятся в повышенную готовность, то есть готовы в любой момент среагировать. У Главного управления МЧС есть оперативные группы, в муниципальных образованиях тоже есть оперативные группы, которые в случае таких ЧС реагируют. А мы уже наблюдаем по гидропостам, если вдруг что-то идет, мы им сообщаем, что вот есть такая-то ситуация, и тогда уже выезжаем, обследуем в дальнейшем уже... Но это устранение уже последствий. А превентивные, какие могут быть меры? Вот Патрушев поручил понять, как выполняются именно предупредительные мероприятия, где могут быть узкие места, заранее продумать комплекс мер. Да, значит, основными узкими местами это у нас являются, это, конечно, мостовые сооружения. Это мостовые водопропускные сооружения под дорогами, которые во многих муниципалитетах или не соответствуют пропускной необходимости или что-то. Поэтому уже с февраля месяца, даже с января месяца мы начинаем с муниципалитетами отрабатывать эту работу. И ведется это постоянно в течение всего поводкового периода. Они очищают эти водопропускные сооружения. И под мостовые сооружения ведется полный контроль за их состоянием. То есть мы видим, что где-то под мостом начинают скапливаться мусор, корчи, какие-то стволы деревьев, еще что-то, какие-то наплывы, намывы идут. И, естественно, техника туда выезжает и расчищает эти под мостовые сооружения. То есть Минприрода со своей стороны такие вот ревизии проводит? Ну, это мы делаем, соответственно, с муниципалитетами. То есть мы делаем это, выезжаем и именно... Ну, какую оценку вы сегодня можете поставить пропускной способности водных объектов края? Ну, она хорошая пропускная способность. Большинство, и та работа, которую мы проводим, она показывает, что повторение поводков не случается на тех участках, где мы работу провели. И поэтому, в принципе, хорошее. Все муниципалитеты отчитали, что под мостовые все почищены, все есть. Есть несколько моментов, которые мы определили с Кубанским бассейном водным управлением, но и сейчас по ним отрабатываем. Где в предыдущие годы были такие риски, но муниципалитеты справились? Ну, основные риски это у нас село Воздвиженское, Апанасенковский, ну, там работа ведется. Далее на реке Подкумак всегда, на Кубане, в Усневинском мы даже привлекали Министерство дорожного хозяйства края к данной работе. А что делали? Ну, под мостовой, расчистка под мостовых. Основная задача это их состояние. Если под мостовые у нас будут в хорошем состоянии, у нас не будут образовываться заторы на реках. Если не будут заторы, не будет резкого поднятия уровня. Но те объекты, которые были разрушены в результате паводка 2017 года, их успешно восстановили, они продолжают сейчас работать? Да, все восстановили, все есть. Какая работа еще предстоит? Понятно, что такой большой пласт работы был сделан весной и зимой, да? А что сейчас? Ну, в плановом режиме ведется постоянное наблюдение за состоянием. То есть, если где-то что-то обнаруживается, где-то мы видим, мусор приплыл. Как вы понимаете, сейчас Кубань у нас, скажем так, поднялась, учитывая того, что у нас сейчас таяние в горах идет, плюс дожди прошли. Плюс это уровень Кубани у нас, если сравнивать, скажем так, с месяц-полтора назад, когда у нас смеженный период, уровень Кубани поднимается примерно где-то на полтора метра. И это нормально, сейчас идут очень хорошие расходы, все там по Кубани, это нормативно идет для июня месяца. Как раз июнь, середина июля месяца, когда у нас Кубань поднимается из-за таяния снега. А в 2017 году какой уровень был? В 2017 году Кубань у нас не топила, уровень Кубани был тоже нормативный. У нас в 2017 год у нас была река Кума, то есть это реки Суркуль, Кума, в том, ну, в той части края, тогда за буквально неделю-полторы выпала трехмесячная норма осадков. Почему? Это резко поводки это и случилось. Тем более, там, вот последний день как раз дожди были очень интенсивные, поэтому... Ну, то есть снизить последствия было нельзя, то есть все руководило мероприятием природы. Да, тогда в тот момент получилось так, что большой, очень-очень большой объем воды. Тогда поводок не только на территории края случился, и на территории Республики Адыгея, и Краснодарский край, и Карачаево-Черкесская республика, то есть все территории, где-то поменьше, где-то побольше, все территории пострадали. Но у нас своя, да, специфика у наших рек есть? Ну, у нас специфика такая, что да, если Кубань у нас зависит от таяния снега, Кума, и в основном уровень воды зависит от таяния снега, то Кума, Подкумок, они у нас считаются как горные реки. Та же река Золка, это тоже считается горной рекой, она течет с территории Кабардино-Балкарской республики, и там буквально, может, после хороших дождей приходят очень большие потоки воды. То есть если так речка, скажем так, шириной, ее можно переступить, пройти спокойно, она даже высыхает в какие-то периоды, то на момент она становится полноводной, до 5 метров шириной русла, и до 3-4 метров она поднимается в высоту. Но ей хватает своего русла? Или были работы по, например, укреплению или расширению? Там в Зольской, в станице Зольской, проведены работы о том, что по расчистке русла реки Золка как раз после событий, там даже 16-го года, там 15-16-й год там была большая вода, там проведена расчистка русла, и там она приведена нормативное состояние, то есть она там пропускает спокойно. Вся вода находится в русле, и из русла вода не выходит. Из Кабардино-Балкарии, к примеру, идет только лишь вода, или сель тоже, селевые потоки? Ну, естественно, вода за собой тянет грунт. Потому что там такая очень своеобразный грунт в Кабардино-Балкарии. Да, поэтому здесь... Ну, защита населения от паводка – одно из приоритетных направлений госпрограммы Ставропольского края – охрана окружающей среды. Сколько вообще средств на реализацию направлено было в этом году, и какая последовательная работа по финансированию, и благодаря финансированию проводится год от года? Значит, в текущем году у нас на проведении противопаводковых мероприятий в крае заложено 198 миллионов. За счет этих средств мы проводим 18 мероприятий. Это четыре по капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Это три на территории Шпаковского округа. Это в селах Козинка, в селах Дубовка, Новомаревка. И одно большое мероприятие – это у нас капремонт ГТС на озере Буйвола в городе Буденовске. Так, а озеро, какая работа именно в озерах, водоемах, которые... Мы делаем там гидротехническое сооружение. То есть мы делаем его плотину, чтобы не было размыва, чтобы не было этот... В ходе сейчас строительных работ там обнаружилось то, что там есть. Были пустоты, были вымыты, вымывы под основанием плит. И поэтому это... Плюс мы там переделали паводковый водосброс. То есть он, если там были, скажем так, шлюз, то сейчас он имеет в случае прихода большой воды, он будет автоматически. То есть он будет сбрасывать просто воду, и всё. Излишек воды будет сбрасываться дальше в реку Кума. А вообще есть, да, такая опасность паводка в связи именно с переполненностью озер? Или в основном реки всё-таки риски остаются? Ну, у нас большинство рек наших в крае, они зарегулированы озерами. Поэтому перед паводковым периодом проводится работа по, скажем так, спуску этих водоемов по возможности ниже паводковых объёмов. Большинство водоёмов у нас оборудованы паводками и водосбросами. То есть в текущем состоянии, например, он идёт в нормальном состоянии, ну, то есть у него есть там труба на определённой высоте, определённые расходы по этому водоёму идут, всё. Когда приходит большая вода, там есть чаши, которые или дополнительные какие-то водосбросы в виде там труб, ещё дополнительных, которые способны увеличить пропускную способность данных сооружений. Ну, то есть спускают воду именно, когда приходит сообщение о том, что есть риск паводка? Нет, воду мы заранее, мы заранее. На основных водохранилищах эта вода спускается заранее. То есть там есть определённый паводковый уровень, который должен быть в водохранилище до пропуска паводков. Да, у нас таких крупных водохранилищ, наверное, можно сказать только на данный момент, это отказинское водохранилище, которое именно для пропуска паводков служит. Все остальные водоёмы у нас намного меньше. Сингильевская, Егорлыкская, Новотроицкая, они больше служат для обводнения, для подачи питьевой воды населению. Что входит в задачи региональных комиссий по ЧАЭС и вообще кто и как следит за подъёмом уровня рек? В полномочии региональных комиссий, ну, это первое, это введение режима ЧАЭС, в повышенной готовности. В дальнейшем комиссия смотрит в ситуацию, какую происходит, то есть создаются комиссии на местах, в муниципалитетах, и оперативный штаб в случае возникновения уже ситуации. Но они же создаются заранее, а не только когда... Ну, они заранее созданы, но оперативный штаб собирается на месте уже всё это. Ну, и, естественно, комиссия рассматривает, какие мероприятия проведены, какие не проведены. Плюс у нас в министерстве есть межведомственная комиссия по подготовке к поводковому периоду. Мы собираем, рассматриваем все вопросы, где критические моменты, какие моменты есть такие. Взаимодействие с республиками тоже дойдёт, наверное? Да, взаимодействие у нас. Определены лица, которые взаимодействуют у нас, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, чтобы мы могли вовремя получать информацию о том, что там происходит на территории данных республик. Мониторинг состояния рек ведётся у нас по гидропостам. Это уровни рек. У нас есть в крае 25 гидропостов, это Росгидромета, и 10 у нас автоматических постов, это наши министерские на данный момент. Сейчас нам согласовали предварительно увеличение ещё до трёх гидропостов дополнительно будем ставить. То есть мы основные наши реки во время дождей, мы их видим. Мы постоянно сидим в автоматическом режиме, их мониторим. Ну, то есть здесь основная цель – видеть, как меняется уровень воды. Да. Ну, вот в случае чего, как быстро будет дана реакция на возможную опасность? Вот поступает тревожный звонок из Карачаева-Черкесии. Сколько у вас времени есть на реагирование? Ну, мы сразу обзваниваем. Это, в принципе, делается моментально. Сразу, если поступает оттуда звонок, мы предупреждаем органы местного самоуправления, МЧС, естественно, оповещаем губернатора, оповещаем все необходимые службы для готовности, что идёт у нас большая вода. То есть это сразу идёт оповещение. Ну, а дальше уже действуют по мере своих полномочий. Местные власти готовят при необходимости, если это необходимо, там, эвакуацию людей, делается оценка той воды, которая идёт, те объёмы. Примерно мы понимаем, это так называемая волна добегания. То есть за сколько времени волна придёт в тот или иной населённый пункт совместно с Росгидрометом. Это всё рассчитывается, это всё делается. И мы эту всю ситуацию... Ну, самые уязвимые территории, давайте ещё подробнее о них. Куда придёт волна быстрее всего? Самые уязвимые? Ну, основное это у нас, конечно, по Кубани, как уже сказал, это Невиномыс. Кочубеевский обычно Невиномыс. Первый у нас, кто встречает это по Кубани Невиномыск. Остальные населённые пункты у нас находятся немножко выше. По Большому Зеленчуку, ну, может быть, там Ивановская, потому что там, ну, скажем так, есть там населённые пункты, которые могут быть затронуты. По Куме это у нас Бекешевская, Суворовская. Они практически на границе находятся, если пойдёт большая вода. То есть мы там уже будем это видеть. У нас чуть ниже стоят гидропосты, гидропосты, и мы сразу будем уровни видеть. У гидромета есть Суворовская гидропост. То есть они эту ситуацию видят. Подкумок, ну, в меньшей степени это будет Кисловодск, потому что там обычно вода всё-таки в Кисловодске у нас приходит по тем рекам, которые внутри города протекают. А Подкумок там как-то по окраине. Дальше уже идёт, конечно, посёлок Подкумок, дальше уже идёт у нас и Сентуки, и Пятигорск. Влияет ли состояние ливнёвок на то, что произойдёт при затоплении города? Ну, скажем так, ливнёвки помогают отводить воду с поверхностного стока. То есть, естественно, если там в них будет мусор, и они не будут пропускать, этот мусор окажется обратно-таки в реке. И обратно этот мусор приплывёт к мостовому сооружению, которое будет являться своеобразной плотиной. Оно всё это скопится, и, естественно, в этих местах придётся быстренько это всё расчищать. Так, но вы проверяете тоже со своей стороны состояние ливнёвок? Муниципалитеты отчитываются от бытой работы? Ну, за это отчитываются муниципалитеты, да, мы запрашиваем у них такую информацию о проведении такой работы. Но это чисто полномочия муниципалитетов. В предпаводковый период мы их уведомляем, что, ребята, давайте проведём данную работу, чтобы всегда и следили за состоянием во время паводкового периода. Потому что последствия будут дороже, конечно. Проводится ли учение совместно с местными жителями по эвакуации возможной, например? Это прерогатива главного управления МЧС. Ежегодно проводится в марте месяц учение. Определяется местность, на которой будут проводиться данные учения. То есть, главное управление МЧС ежегодно это делает, да, с привлечением населения. Там кого-то эвакуируют, кого-то. У нас есть несколько точек. В этом году это был не Виномыск. В прошлом году это было село Левакумка Минерловодского округа, пострадавшее как раз во время паводка 2017 года. То есть, здесь ежегодно по весне это делается. Ну, в предыдущие годы, ну, после уже 2017-го, удавалось, да, последствия как-то минимизировать? Или не было повода? Ну, скажем так, очень крупных паводков у нас не было. У нас в основном они идут локальные паводки. Это, как все, наверное, знают, в прошлый год это город Ставрополь. Это все видели в соцсетях. В Невиномы, в Изобильном был небольшие там, то есть, прохождение тот же Пятигорск, тот же этот. Они идут локальные. Они нет у нас такого крупного паводка, как был в 2017 году. И реальная та работа, которую мы провели, а это большой объем работы, то есть, нами было построено 30 километров берега укреплений, расчищено 194 километра русел рек, отремонтировано уже с 2017 года 5 гидротехнических сооружений. И эта вся работа показывает, что она от результата ее есть. И в тех местах, где мы эту работу провели, повторов, паводков не бывает никогда. Ну, то есть, надежный щит выставили. Ну, надеемся, что надежный. Учитывая, да, последние годы, что проходит вода, да, не везде мы понимаем, что работы еще много, работы, мы ведем эту работу и стараемся побыстрее эту работу закончить, завершить. Александр Сергеевич, напомните, пожалуйста, в каком году, после чего, наверное, после 2017 года, как раз были установлены границы зон затопления и подтопления в населенных пунктах, в каких документах отражено это все, для чего это было проведено? В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 360 от 2016 года, да, мы эту работу начали уже даже до паводка 2017 года. Первоначально эти зоны у нас были, устанавливались, это Кисловодск, Пятигорск, Ясентуки, Невиномыск, то есть крупные наши города, которые, это-то, после уже 2018-2019 год нам была проведена работа и установлена зона затопления в 160 населенных пунктах края. Нами были обследованы все населенные пункты края полностью, все реки в этих населенных пунктах провели изыскание в этих населенных пунктах и установили эти зоны. Зоны отнесены в Единый государственный регистр недвижимости, на кадастре они отображаются, то есть можно зайти на сайт публичной кадастровой карты и их посмотреть, эти зоны, они там есть. Кроме того, они внесены в документы территориального планирования каждого муниципалитета. Ну, то есть там нельзя строиться, правильно? Да, там нельзя строиться без проведения противопаводковых мероприятий. То есть если человек хочет что-то там себе выполнить в этой зоне, он должен провести или работы по берегу укрепления, или провести работы по расчистке русла реки, или еще какие-то вещи, которые будут его защищать. Там, например, в зонах подтопления, считается, должны быть проведены инженерные мероприятия, то есть это мероприятия по отводу воды, дренажные системы должны быть построены, чтобы отвезти оттуда всю вот эту... Но это прерогатива самих местных жителей? Здесь уже администрации не будут включаться? Нет, это прерогатива тех застройщиков, которые хотят построить. Да. Мы-то работу в рамках своих мы проводим, мы знаем критические моменты, мы это все делаем. Но именно в зонах затопления, если что-то собираются строить, они должны обязательно данную территорию вначале защитить от паводка, а потом уже можно тогда проводить какое-то капитальное строительство. Но многие ли рискнули за эти годы построиться на этих местах? Ну, единичные случаи бывают, но их очень редко. Да, поэтому здесь при желании у человека. Спасибо большое, Александр Сергеевич, спасибо за беседу, спасибо, что пришли. У природы, конечно, свои представления о порядке. Регион сталкивался с тяжелейшими испытаниями. Хочется, чтобы миновали нас сильные ливни и паводки. Вы смотрели прямой эфир, увидимся на своем.